да привет всем опять у меня сейчас произошла такая ситуация что у меня перегрелся телефон и вырубился написал сос и простите но это у меня такое первый раз видимо тепло наших сердец не выдерживает техника apple так ну что продолжаем да компас то компас то очень классный продукт да потому что можно рисовать поверх уже сделанных ногтей и это очень круто потому что если вы начинающий мастер и боитесь например что клиент не клиенту не понравится что что вы рисуете ли он попросит стереть там не знаю или еще что то то вы можете спокойно убрать до поправить ошибку что-то стереть протереть и начать заново рисовать и это не повлияет на качество носки ногтей расставим небольшие тени и опять так же фиксируем в лампе теперь я предлагаю поставить маленькие черненькие точечки вот сюда вот тинц 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 и прикрепить шармикон шармикон я буду девочки прикреплять вот такой вот очень крутая коллекция это 202 шармиконы танцуют все это новогодняя новогодняя такая сборка которая опять же заметьте здесь нигде не написано 2022 поэтому она вам пригодится не на один новый год если вдруг не использовать но я думаю что такого не произойдет потому что все очень прикольные надписи и я с удовольствием их использую с удовольствием их использую для дизайнов подвисла потому что думала какой лучше взять такой возьму потому что здесь достаточно активный рисунок и не хочется мне ничего такого прям сильно большого прикрепляю допоминаю что шармиконы прикрепляются у нас с вами на поверхность без остаточной липкости да то есть перед тем как прикрепить шармикон сотрите остаточную липкость и черной им пастой поставлю еще маленькие точечки тынц 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 все фиксируем в лампе так и и и и и в принципе готова да здесь под матовым топом у меня дизайн с чем можно сочетать можно сочетать с допустим отпечатыванием каким-нибудь или с паутинкой можно сочетать рядышком два соседних ноготочка например можно с какой-нибудь геометрии подобрала тут вариантики такие которые мне были вот можно с геометрии сочетать можно с каким-нибудь блестящим очень классные блестящие сейчас у нас вышли коллекция riches коллекция riches и там два вот таких вообще бомбических цвета есть шампанское такое шампанское желтоватый немножечко или даже не желтоватый но какой-то он прям крутой как будто серебро кого-то белое золото вот нашла себя сочетание вот то есть можно так сочетать например это я вам показываю вариантики как можно на руке клиента да с чем может сочетать все вот посмотрите можно воспользоваться еще раз повторюсь 5 днл-крустами если вы не хотите рисовать вас мало времени или можно нарисовать это вручную вручную получается очень прикольно и разукра как разукрашка да только нужно нарисовать белую подложку также можно конечно же рисовать и на белом но вам придется все тоненько обвести черным на здравствуйте кто присоединяется и также здесь можно сочетать да с какой-то геометрии можно сочетать с блестящими с какими-то цветами еще в ричи сочи классный красный прям там мелкий мелкий такой мерцающий шиммер очень красивый новогодний вот с ним бы вообще круто у меня нет типса выкрашенного сейчас здесь собой но с ним бы я думаю вообще было очень красно и зеленый есть он такой немножко бутылочный зеленый но тоже бы очень сюда зашел я думаю там тоже такие мерцашки вообще офигенские и сочетание было бы вообще тоже крутое если бы на второй ноготь и да какой-нибудь можно паутинкой на брызгать тин 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 и все готово и пошла она у нас вся счастливая встречать новый год с ручной росписью и с такими вот дизайнами так ну что переходим к второму части нашего сегодняшнего эфира и он у нас с вами тоже в акварельной технике но здесь акварель будет немножечко другая номера шермиконов да все правильно подсказываете новогодних я сейчас пользовалась 202 это танцуют все там надписи предлагаю вам сейчас тоже сделать акварельную роспись привет привет и акварельная роспись будет немножечко теперь у нас другая это будет такая хлопушка хлопушка из серии из блока со смайлами причем девчонки я вам сейчас показываю дизайны которых в курсе нету просто есть такие же подобные техники но как бы этими дизайнами я немножечко дополняю курс потому что там есть эти техники но именно прорисовывать этих дизайнов нету с надписьми 202 202 вопрос задает сколько прикольными прикольными надписями за роспись сколько я допом предлагаю брать слушайте ну всех ценовая политика разная да поэтому конечно так однозначно сказать я не могу за ваш город у нас например город в котором я живу не очень большой с 40000 населения и цены на маникюр ну я считаю прямо плачевные поэтому у нас я думаю клиенты готовы платить ну где-то рублей 200-300 за такой ноготь не больше если вы живете ну некоторые даже и не знаю вообще берут там по минималке чего нибудь рублей 50 вот но да вот пишет алена что лучше одной ценой в прайсе на самом деле у меня не стоит отдельная цена за такие дизайны я их рисую просто по одной цене семья коррекция стоит одну цену но две их две цены из коррекции попроще из коррекции посложнее да мило ответ вопрос да сзади ногти ну цены разные по стране ален правильно вы говорите и я тоже присоединяюсь к предыдущему оратору цены очень по стране разный да там маникюр стоит у нас по стране от 500 рублей до 5000 поэтому однозначно вам не могу сказать что какая-то блесточка у меня прилипло тут да я тоже одной ценой особо не путать так ладно рисуем хлопушку она тоже в акварельной технике тоже будет витражными гейлаками делается сначала тоже нарисую подмалевок хоть у меня здесь и белесый фон но все равно хочется бон был кипельно-белым потому что на кипельно-белом витражные гейлаки больше раскрываются в цвете и становится ярче так здесь тоже да я пока отвечала на вопрос по цене немножечко отвлеклась и не рассказала мы рисуем тоже самое девчат только на другом фоне для другого фона я использовала слайдер и молочную базу сейчас это очень модно очень актуально и очень удивляет клиентов а клиентов нам удивлять очень нужно и покрыла матовым вельвет топом делаю подмалевок то есть мы тоже так же как и веточки рисуем сейчас просто белым белым пастой белый рафинад рисуем то что мы будем разукрашивать это вообще супер классно помогает потому что потом остается только разукрасить когда вы рисуете на белом фоне ничего не надо рисовать что за основа это молочная основа milk сейчас я дорисую девчонки и вам покажу в каталоге все чем я пользовалась рисуем нашу хлопушку это кружок такой овал да по диагонали видели сейчас нарисовала и 2 скошенные такой треугольник с закругленным кончиком ну или треугольник с округлыми углами так правоосновывает из нового или уже было я думаю что она уже была но по крайней мере она у меня существует не только что про рисунок это мы новый начинаем рисунок да тот мы закончили тот можно перекрыть потом топом но я просто не очень хочу тратить на это время в эфире я хочу больше вам порисовать я думаю что все поняли что его потом надо перекрыть топом так рисуем все наши вылетевшие конфетти хочу еще обратить внимание на кисточку вот покажу вам ее на камеру потому что я очень давно рисую рисовала разными кистями до эмис кими но и эту почему-то не брала в расчет ну как не обращал мне внимание но она очень крутая очень мне понравилось у нее тонкий 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 кончик геометрия геометрия это слайдер слайдер да он уже у нас давно продается достаточно его сделали по моему сейчас апгрейд какой-то сделали но они точно но это не точно вот я сейчас когда дорисую я в каталоге вам покажу еще раз все чем пользовалась сегодня вот аида очень хорошо спасибо большое что вы подсказываете продолжаем рисовать конфитюшки здесь смотрите по композиции да если вам где-то не хватает например хочется еще воткнуть где-то пустое большое место то тоже можно это сделать вот про кисточку кисточку очень мягенькая кисточка очень мягенькая и у нее очень тоненький кончик вообще классно очень прорисовывает тонкие линии тонко-тонко прямо не один волосочек заканчивается на один волосочек короче мне очень зашло так сушим фиксируем в лампе теперь мы будем ее разукрашивать так же как и веточку разукрашивали для этого нам понадобится с вами желтый желтый это номер 225 255 простите 255 витражных гейлаков и также посмотрите внимательно у нас с вами здесь остается вот такой вот белый промежуток так давайте поменяем место не так чтобы мне удобно было рисовать белый промежуток здесь вот остается тын тын его не надо закрашивать у меня около кутикулы пока плохо получается со слайдером неровно хотя прохожу ультрабондом да в этом надо потренироваться но я думаю что все получится так здесь нам не надо закрашивать вот эти вот две вылетевшие конфетюхи длинные то что они у нас будут другого цвета наносите краешку поплотнее и потом смахивайте к серединке оставляя белую белый промежутчик у нас будет бликом его не закрашиваем и сразу же разукрашиваем конфетти чё тянуть сразу же пошли их разукрашивать можно в достаточно хаотичном порядке для оранжевого смешиваю желтый 255 257 красный или можно розовый 256 тоже помешать тоже будет оранжевый такой красивый яркий это нужно вот сюда и сюда так розовый то здесь видите все что не тени все что не тени можно в принципе разукрасить сразу же этим мы достаточно хорошо себе облегчаем жизнь так и еще маленький тут конфетюшечки летают тоже синеньким разукрашиваем и в лампу фиксируем так что нам теперь нужно нарисовать теперь нам нужно нарисовать с вами будет во первых фиолетовые полоски тоже фиолетового побольше у края и смахиваем что у вас за краски вопрос это у меня витражные гель-лаки девочки коллекция витражных гель-лаков их 6 штук их 6 штук все на 250 начинаются 253 254 255 256 257 258 очень люблю им работать работаю довольно часто очень классные получаются с ними эффекты и очень мягкие растушевки так фиолетовые полосочки рисуем чтобы сделать фиолетовый смешиваем розовый 256 и капельку-капельку синего 253 делаем фиолетовый вообще набор как раз этот очень универсальный потому что из него можно мешать вообще все что хочешь и это очень удобно у меня вообще отдельная палитра стоит для витражей эти я немножко тут накосячил и забыла про полосочки бывает поэтому они у меня получились чуть-чуть грязноватые думаю вы мне немножко простите потому что потому что бывает так подсушим еще раз так и оранжевым оранжевым теперь будем расставлять тени на хлопушки смотрите где они у нас дойдут вот здесь вот идет тень оранжевенькая и вот здесь вот поверху идет оранжевенькая тень до колористика никуда не денешься из-за того что они прозрачные накладываются друг на дружку но они тоненькие эти полосочки поэтому думаю что ничего страшного да девочки хорошо напоминает я тоже вначале об этом сказала что на этот курс будет 40 процентная скидка только сегодня повешена ссылочка поэтому если вам понравилось то я думаю что это очень выгодное предложение классная так сверху тоже мы с вами прорисовываем оттеняем немножечко и сушим и теперь наш black magic наша черная магия которая все нам сделать сейчас очень быстро это черный белый черный у нас здесь будет тоже в виде топа без липкости с разведенный стеклосом и белый тут будет немножечко белого потому что здесь есть объем да видите у нас вот это вот окружность она создает объем и поэтому поскольку поскольку здесь не получится у нас с вами оставить белую белую тоненькую полосочку да и поэтому мы должны здесь ее просто нарисовать ставим маленькую точечку в начале вот это конфетюшки и вот здесь вот тоже маленькую точечку теперь самым последним волосочком кисточки тоненьким протягиваем вперед то же самое протягиваем вперед так дальше нам нужно еще вот здесь вот подчеркнуть тоже окружность тоже подчеркиваем и я предлагаю все это зафиксировать чтобы не расплывалось так фиксируем и немножко мы оттянем вот эти вот места да тоже чуть-чуть но здесь важно не переборщить и вот тут вот окончание и подчеркнем сейчас вот это вот место обязательно так вот сейчас очень аккуратно даже если вы рисовали до этого не очень у вас получилось то здесь мы можем чуть-чуть подправить вот этими линиями есть ли нет витражных лаков чем можно создать этот эффект витража смотрите ну вообще можно сначала нужно разобраться из чего у вас сделаны гейлаки потому что есть гейлаки на белой основе а есть гейлаки на прозрачной основе вот если у вас есть на прозрачной основе то они будут прозрачны и если вы их разве разведете топом без липкости а если они а сна белой основе то они прозрачными не станут даже если вы их топом без липкости разведете поэтому И еще, знаете, какой момент есть, девчонки? Вот я, например, сейчас пока рисую, да, я развожу черный стопом без липкости. И я, чтобы не тратить время на это в эфире, я, естественно, подготовилась и развела заранее. Вот представляете, буквально 10 минут под лампой у меня моя лужица засохла. Я вам больше скажу, что... Ну, либо лампа у меня такая прекрасная, да. Ну, скорее всего, это так. Ну, вот. То есть под ней сохнет топ. Топ очень такой чувствительный товарищ. И поэтому, если вы все будете разводить топом без липкости, вам будет хватать этого на один раз. Лучше, конечно, когда у вас нет вот этой вот ситуации. Я даже, знаете, хотела просить, не знаю, искать, где можно, например, взять черный, не плотный, а именно вот такой вот сопливый, как мы разводим стопом без липкости, потому что, ну, это очень сильно раздражает каждый раз разводить его туда-сюда. Если бы он был готовый, это был бы просто подарок судьбы. Сушим. Этот эффект, так, взять гель-лаки на основу чистых пигментов. Да, все правильно вы пишете. А, ну, естественно, вы правильно пишете. Да. Из пастели не получится, да, все правильно. То есть, если есть белый пигмент в составе цветника, то он будет тоже молочный такой, белесый. Да, Ален, я с вами согласна, потому что, ну, все, все возможно сделать, конечно, но это все время. Можно гель-лак с классическим топом перемешать? Можно. Можно гель-лак мешать с классическим топом. Конечно, с любым, в принципе, можно помешать прозрачным материалом, чтобы не сохло. Ну, опять же, повторюсь, что не всегда это удобно, да, и не всегда это... На это есть время. Подводим. Полосочки стараемся тоненько. Я сейчас работаю опять импастой. И как раз вот эта вот линия белая, которая нам создает объем. Частично здесь уже маленькая белая линия есть. А здесь как раз она нам немножечко подправит то, что у меня растеклось. И расставляем еще блики на конфитюшках маленькие. О, тут конфитюшку забыла закрасить одну. Так, и, конечно же, саму хлопушечку нам надо подвести. Так, и вот так. Так, и вот так. так ну что сушим и перекрываем с чем можно сочетать также можно сочетать с другими смайлами примерно блестящей основе если они будут вместе другие ногти допустим голубенькие сиреневые розовые до любого в принципе цвета то будет мне кажется очень прикольно смотреться также вот такой вот есть смайлик тоже с елочкой тоже мне кажется будет очень чудесно и забавно вот и ну и соответственно тоже с просто можно с блестящим фоном да то что у нас всех связано с хлопушками с конфетти с блеском это все тоже ассоциируется прекрасно с новым годом можно просто например бежевый фон и допустим туда забубенить какой-нибудь шермикончик беленький да который будет классно смотреться с белым фоном на хлопушке можно любой из них вот с новым годом крошка было бы здесь вообще супер вот так что можно один разрисовать другое сделать просто с шермиконом и тоже это будет достаточно быстро да то что елочка и как раз смайлик правильно подсказывает это есть в курсе как раз мы их рисуем в курсе так чего перекрываем прикрываем топом потому что в том видео я не перекрыла может быть для кого-то это очень важно важный момент поэтому обязательно давайте тоже мы сделаем все осталось послушать ну что смотрите у нас с вами до 2 одинаковых рисунка на разном фоне посмотрите как они по-разному будут смотреться на смайлик отпад на смайлик вообще крутой он то есть со смайликом вообще классно сочетается то что у них конфитюшки одинаковые да что у хлопушки что у смайла вот и соответственно вы можете менять фон да можете также смотрите как классно смайлы смотрятся на блестящем фоне только их нужно будет обвести темным либо черным с топом стеклосом перемешанным просто оттенить немножечко блестки чтобы они не сильно перебивали рисунок привет привет кто присоединяется мы рисуем новый год поэтому думаю что и в тандеме и поодиночке они вообще будут очень круто смотреться на ногтях ваших клиентов вообще акварельная роспись очень прикольно тем что без топа без сверху она иногда смотрится немножко так неряшливо еще но когда вы перекрываете топом сверху прозрачным все время получается классно так ну что в принципе принципе в принципе это то что я вам хотела сегодня показать давайте мы будем с вами переключаться ну что всем вам большое спасибо еще раз вам напомню что у нас с вами по рисовашкам в этом курсе спасибо большое то что вам понравилось я очень рада так вот там как раз внизу то что мы сфотографировали немножечко приближе нам чтобы вам было тоже понятно там разные есть и сердечки и замерзшие смайлы не только улыбающиеся и зимние то есть там и новогодние такие праздничные и зимние и так же не забывайте что там не только смайлы да там еще есть и акварелька такая очень нежная еще есть линеарные рисунки и тигриная тематика тигриная тематика кстати вам поможет потом и просто в жизни да если убрать новый год то тигры и леопарды они тоже всегда очень актуальны ну что всем спасибо большое за эфир не забывайте что еще ссылочка до год тигра кто не знал вот тигра будет мне было очень клёво с вами пообщаться вообще очень классно порисовать спасибо вам за поддержку потому что конечно наверное вы не могли не заметить что это для меня было немного волнительно и вас спасибо ну что я надеюсь что вас вдохновлю своими идеями потому что их достаточно много было и мы их компоновали как могли и не могла я все уместить в типсы поэтому еще куча 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 всего допами дополнительных материалов будет много достаточно я думаю чтобы угодить вообще любому даже самым привередливым клиенту но надеюсь у вас таких не будет будут только добрые все всем привет кто присоединяется пересматривайте спасибо большое за поддержку и вам спасибо да будет мой год я тоже тигр по году ну все пока 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 спасибо вам